На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошёл большой спортивный праздник. Здесь состоялось открытие нового сезона соревнований по техническим видам спорта – мотокроссу и гонкам на выживание. Желаю всем спортсменам хороших стартов, удачных стартов, ну и победных финишей. А самое главное, чтобы все остались целы, невредимы, живы, здоровы. Участие в состязаниях по мотокроссу – это настоящая командная работа. Кроме самих гонщиков, немаловажную роль играют механики, которые готовят байки к гонкам. Заезды были разделены по возрастным категориям – объёму двигателя, по наличию или отсутствию шипов на колёсах. Я занимаюсь уже 4 года в целом. И вот, получается, были тренировки после Нового года. Каждый день, три дня подряд здесь тренировался. На старт вышли как гонщики, которые тренируются на этой трассе, так и гости Ленинского городского округа. Всего около 120 спортсменов. С каждым годом соревнования становятся всё более масштабными и проходят при поддержке администрации муниципалитета. Здесь, помимо ежегодных мотокроссов в честь Рождества, проходят просто этапы чемпионата России по питбайку. И в этом году будет несколько этапов проходить у нас на территории, потому что наша трасса считается одной из самых лучших в Московской области. Все стремятся здесь погонять. Вблизи с кроссовой трассой проходили соревнования по гонкам на выживание. Среди 13 пилотов были многократные победители и призёры, что обещало интересную борьбу за победу. Спортсменам предстояло совершить три заезда по шесть кругов, по результатам которых сильнейшие вышли в финал. Мы набираем сейчас очки. Там надо попасть, я так понимаю, в восемь. Первые восемь попадают в финал, и в финале мы уже выстраиваемся по мере занятого места. И два круга, последний выбывает. Константин Колобков был одним из фаворитов соревнований. Его постоянный соперник на трассе Антон Рыжиков из Новомосковска. В этом виде спорта он с 2009 года. В современных, скажем так, реалиях, я думаю, что это самое демократичное по деньгам, по применению себя. Потому что ты можешь не только ездить, но ещё и конструировать. Гонки на выживание всегда собирают большое количество зрителей. Машины проезжают буквально в считанных десятках метров, а это по-настоящему захватывает дух. Первый раз мы смотрим такое зрелище. Холодно, но красиво. По итогам соревнований первое место занял Даниил Соколов из Домодедова, а Константин Колобков и Антон Рыжиков – второе и третье места соответственно. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.